привет приехали на рынок сейчас пойдем купим цветы едем сейчас на кладбище убирать зайдемся за мамой моей максим возьмем а то что сегодня снимаю суббота завтра вербное воскресенье нужно брать кладбище пока пускают на кладбище кстати сказать что не будут пускать на кладбище на подку это вообще дурдом ладно пошли мы на рынке почти людей никого нет но цветы еще есть не знаю на кладбище не запустят на кладбище я сможешь не запустят на кладбище посмотрим вот еще дурдом то выдумали как будто на кладбище толпище людей собирают ладно поехали все убрали кладбище друзья кто-то болтнулся на кладбище не будут пускать ну знаете тут уж как же везде все сразу сразу все так быстренько всем информации разносится все нормально люди приезжают убирают убрали там у меня папа две бабушки лежат брат родной то что навестили убрали все после зимы сейчас максима завезли домой к бабушке мама не поехал плохо себя чувствует прям сильно переживаю за нее там все уйти матышка с грабами насти пошла с магазин купить хлеба хлеба ченька чаю будем чай пить все хорошо все брали всем хорошего настроения все замечательно приехали с кладбищем решили сделать окрошку купили редиску огурчики все же покрошила вы как делаете окрошку я делаю на кефире 50 на 50 воды чуть кефир побольше ну а вот такой кефирчик ну а на процентный беру не мне больше нравится так вы как делаете все же порезала вернее натерла лук и зеленью здесь у меня укроп и петрушка зеленый лучок свой за окном к шоке ручок нервничает помяла там кучка солью обычная так делаешь подруг в институте училась меня учила взяли нужно все время потолочь с солью по носок дала натерла огурчик и диску вот сейчас 5 яиц сварила картошечку порежу яйца и резки и все и все так мясо меня нет я обычно делаю с мясом режу мелко есть вареная колбаса вареную колбасу паре порежу и будет окрошка все очень просто простая кулинария прям уже слюнки текут приятная новость лимон подешевле стали 300 рублей килограмм это на рынке заехали зашла на валберис получил свой заказ следующее видео будет обзор смотрите помада себе сказал очень понравилось скажу потом что за помада такая мягкая суперская еще для волос заказала и пудру буду все показывать делать обзор на новых своих друзей из косметики мне нравится помада вообще чонки ладно не буду говорить какая до следующего видео хорошо ждите смотрите все расскажу все покажу от мам когда шла нет к маме шла никого же нет пустым на все показывала то звонок до этого звонили начинается 495 и опять я заблокировал номер все же никто уже не звонит ни на какие процедуры не приглашает ни с какими юристами связаться не приглашает опять иду и письмо звонок дам дай-ка отвечу что же это такое беру наверно слушая вас светлана валентина это безопасность там сбербанка представляет звание свое хорошо послушаю в общем была попытка из владивостока называют код фамилии имя человек хотел перевести с вашего счета 70 тысяч рублей вы никому свою карту не давали на пошел вопрос такой игры нет не давала она у вас и у меня говорю я иду смотрю на нее на эту карту вы никому свои данные давали онлайн кабинетом только но как обычно стандартный набор сбербанк все же знают что они там спрашивают и хорошо бы что сейчас обрету смс-ка в этот код никому не говорите не поняла чудо я уже перебиваю группа мэтиграя принять что вы мошенники что вы звоните меня разводите во первом говорю у меня номер телефон на который вы звоните вообще не привязан к сбербанку этот номер на который мне звоните никакие никуда я его не давала ни в какие службы совсем другая симка привязана ко всем этим платежам и чтобы я делала там налоговый себе другая совсем симка да я вас понял я вас понял его посмотрите в этом часом смс к пришла там учет опять скотер хорошо сейчас посмотрю смотрю от 900 вам про это смс-ка я что это обедом спрашиваю что вы с 900 то не звоните номер 900 или там что-то щеки 5 а вы посмотрите смс к вам пришла я смотрю там дурака вот на балду вообще-то люди уже обнаглели до предела думать зодиотов что ли всех держит 9 тире два ноля ну я дальше дальше иду думаю что же будет дальше опять заняться на вы посмотрите смс я ну конечно вырос и только интересно вы почему-то 9-е 2 0 вы знаете сейчас подождите сейчас подойтись я вот еще раз вам еще раз отправлю подождите перезвоню жду приходит следующее там по другому операции написано что за операции все никого не давайте этот код я гну опять 9-0 я грудаль что что ну вот понимаете я вас понимаю вы думаете что это мошенники но это не так и хорошо голева весь разговор записывается меч на диктофон я говорю сейчас прям и прохожу мимо прокуратуры вообще-то работы сейчас прям зайдем тогда это ваше право но не узнать что никого не найдут так и иду дальше уже почти дошла уже к маме дошла и маму говорю мошенники у меня разводят говорит смотри не вздумай говорю не вздумала ты его сейчас говорю что будем с тобой разговаривать с ним опять ничего нет слава валентина вы еще и получали на друг у вас двухсилочный телефон я да говорю 2 симки телефонами просто два разных телефона два телефона с каждого по одной симке ну сейчас еще посмотрите на тот телефон был пришел я ничего не пришло не приходил гривы пожалуйста вы хватит со мной выиграли я вас давным-давно с самого начала раскусила ну подожди то сейчас я вам еще раз перезвоню и такой пошел хриплый хриплый что-то там теряется если вы знаете я вам еще расскажу одну вещь а если буду звонить вас беруанка говорю связь не будет такая брыстый прерывистый как у вас все я вас понял я вас и отрубились то есть понимаете вот то что вот а что сейчас происходит вот это вот пандемия вот эти самоизоляции то есть все это период мошенничества идет жутки и много же вот людей клюют на это понимаете потом приходит в полицию с жалобами вот так и так так и так нас обманули люди с высшим образованием то есть на это клюют мне тоже под признаюсь честно признаюсь честно у меня тоже что-то ёкнуло его там сидела периодически заходил в онлайн кабинет я поняла я понимаю что это мошенники ну знаете мало ли что в общем вот так произошло вот такой мошеннический захват я с ним пообщалась надеюсь заблокировал опять этот номер раз уже не первый раз нападают работники сбербанка и знаете какой такой акцент был такой акцент непонятный но не кавказский с печеньками кончились с ананасом и этим базиликом остались магните вот эти вот гранаты мятой сладковатые очень эти печеньки получились кипню очень сладкие так беру намазываю ведь как он как красивый такой как джем вообще балдеть и чай липтон не так не впаду куда вход вот такая фигня с ним положите на посмотрите в остатные так вот видно было здесь грунта к черене раз его перво переворачиваю видите все время отрывается либо вот здесь вот основание хвостик вот веревочка либо вот этот отрывается в этот раз у это вот крепкий не оторвался а так бесконечно вот эти вот хвостики отрываются вот видите юптон у вас так бывает нет ладно буду заканчивать свое чешите такой вкусненько с печенькой вот у меня киши орёт вот смотрите видите какой бокал какой осадок вот я считаю что всегда от чая такой осадок да но сейчас его не сразу пьем постоял посмотрел вот видите весь бокал в этом коричневом осадке не знаю может так и должно быть напишите мне все нормально такие осадки ну а чай нормальная красится я же что-то придирающая с черкорожками такая на дубае покупала дубайская фирменная ну в принципе что я на этом закончу спасибо что были со мной спасибо подписывайтесь подписывайтесь на мой инстаграм на канал мир светлана и в соцсети которые будут все в инфобоксе под видео пока пока с вами была как всегда ваша свет до новых видео до новых встреч субтитры